Наше первое воспоминание о компании Ватофа Дрипка Фрикшоу, вышедшая чуть ли не в конце 2014 года Она стоила всего лишь 20 долларов, что на то время для оригинального атомайзера, пускай даже из Китая, настоящая радость Спустя почти два года, в наших руках и на ваших экранах, вторая версия знаменитого цирка уродов Ох, Ватофа! Первая версия была максимально простой Три стойки, нижний регулируемый обдув и 510 дриптип Вот и все А в Фрикшоу В2 китайцы изменили все, что только можно было изменить Во-первых, внешний вид и диаметр 22 миллиметра никуда не делись, но к ней прибавилась еще и версия на 25 миллиметров Если вы любите вставлять в базу колбасы побольше Во-вторых, конечно же, да, база Стойки превратились в стандартное нынче Velocity Style Отверстия в них, кстати, достаточно большие, чтобы те самые колбасы и умещать Но самое заметное нововведение – добавление бокового обдува, напоминающего терку для сыра Если его полностью открыть, то для получения густого и плотного пара придется ставить огромные намотки и мощность не менее 130 ватт Нижний при этом никуда не делся, все так же регулируется и дает хороший вкус Одним словом, работает так, как и положено работать нижнему обдуву Кстати, о комплектации особо и говорить-то нечего Она богатая, но абсолютно стандартизированная для всех новых продуктов в Атофа Вспомним того же Troll V2 с его шестигранниками, хлопком, преднамотанными спиралями, запасными болтами, ну и так далее Здорово, что как боковой, так и нижний обдув можно регулировать независимо друг от друга Да и никаких соплей при каждодневном использовании нет Хит прошлого года, дрипка Mutation X, четвертой версии от Indulgence, подобным похвастаться, конечно же, не могла Из очевидных минусов можно отметить совершенно идиотский 510-й стальной дриптип Который греется, несмотря на делариновую проставку А также слегка кривые стойки Вероятно, это проблема исключительно нашего экземпляра, но винить все равно надо только контроль качества при производстве Еще хочется сказать про ну уж совсем скучный внешний вид Да, это крайне субъективно, но Freakshow V2 выглядит просто Слишком просто И очень напоминает остальные продукты компании Такое ощущение, что в AtoF взяли какую-то определенную основу атомайзеров И на нее нанизывают конкретные инженерные решения Не сильно задумываясь при этом над оригинальностью Возможно, как раз за прошедшие пару лет нас слишком сильно избаловали красивыми американскими оригиналами Потому что поставить Freakshow V2 на мехмод вообще никак не хочется А так, если вы хотите универсальную дрипку для баловства и не только Но при этом вас вполне устраивает как никакущий дизайн, так и хорошее, но все-таки китайское качество То вторая версия Freakshow вам может понравиться Да, уже не то, что раньше Но за прошедшие пару лет поменялся как рынок, так и предпочтение многих Мы благодарим компанию Vatofa за предоставленное устройство Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях